От мясного рулета, который могли бы использовать в фильме ужасов, до фантастического теста, которым можно сломать ложку. С вами канал ТопХайпа, сегодня вы увидите людей, которых нельзя подпускать к кухне. Погнали! Кухня – это одно из самых популярных мест во всем мире. Тут происходит таинство приготовления любимой пищи, семейные посиделки, выяснение отношений и так далее. Но иногда на кухне происходят странные и удивительные события. Вот вам отличный тому пример. Что это за физический эксперимент? Или кто-то готовится к съемкам новой части «Властелина колец», а может кто-то попытался освоить азы черной магии? Оказалось, что это был неудачный опыт приготовления карамели. Согласитесь, это классика. Сгорело, сбежало, потекло, рассыпалось. Как же все это знакомо? Вот что вас ждет, если вы поставите запекаться в фаршированную спагетти тыкву в микроволновку. Словом, не стоит этого делать. Взгляните на эту фотографию. Это не сцена кошмарной расправы. Просто этот парень готовит ягодные смузи. Вы уже поняли, что пластиковая разделочная доска – не лучший вариант для духовки. Кажется, кто-то решил узнать, откуда берется уголь в угольной шахте. Интересно, у человека, который пытался открыть эту банку, остались ли его пальцы в целости? Ни в случае не пытайтесь повторить что-либо подобное. А что происходит здесь? Мало того, что кто-то додумался разместить микроволновку над плитой, так и кто-то умудрился ее сжечь. А вот еще более безумный способ приготовить макароны. Этому человеку нужно навсегда запретить прикасаться к макаронам, а может и вообще лучше оградить его от готовки. Плотность теста шоколадного тарта такая, что деревянные ложки не выдерживают. Кошмарно, конечно, но впечатляет. Тому, кто выпекал эту буханку хлеба, нужно ввести запрет на посещение всех кухонь мира. Если вы вдруг разбили свою любимую кружку и теперь считаете, что ваш день испорчен, не переживайте. Есть люди, которым нужно пожизненно ввести запрет на посещение любой кухни, поскольку они готовы уничтожать все вокруг. Что вы скажете на это? Парень выложил в сеть свой первый кулинарный опыт с комментарием «Я всего лишь хотел приготовить брауни в кружке». Ужасающий мясной рулет из самых страшных кошмаров. Впрочем, может он хотя бы вкусный. Говорят же, что порой внешний вид обманчив. Фея Динь-Динь уже не та. Тот самый случай, когда захотел питаться правильно и исключить из рациона жареная, но что-то пошло не так. В общем, с днем рождения. Я очень старался. Хотели бы вы получить такой торт? Снеговик вышел не таким, как ожидалось. И с этим не поспоришь. В рекламе этот девайс выглядел многообещающе. А на деле... Хотя, может, дело не в девайсе, а в неумелых руках, которые дерзнули его использовать. Глядя на этот торт, приготовленный для детского дня рождения, меня не покидает мысль, что где-то горько плачет какой-то малыш. Эти фотографии в очередной раз доказывают, что не надо гнаться за какими-то высотами без умения красиво и правильно готовить. В большинстве случаев это приводит к лишним денежным расходам на ингредиенты, а в завершении никакого удовольствия. А как это называется? Я слишком крут, чтобы использовать сковородку? Хотя использование сковородки тоже не гарантирует успеха, как видите. Просто покинь кухню. Этот кулинар реально опасен для общества. Вероятно, этот умник думал, что это стекло, а не пластик. Я так понимаю, что пиццы сегодня не будет. Дети очень хотели порадовать свою маму, но у них закончился шоколад для приготовления торта на день матери. Как видите, они симпровизировали, как могли. Здесь явно что-то пошло не так. Вопрос, что? А это фото выглядит, как будто матрица сошла с ума. Кто учудил это на кухне? Думаю, что все согласятся со мной, что этого человека нельзя подпускать к электроприборам на кухне на пушечный выстрел. Один сплошной печень. Думается, кто-то когда-нибудь должен создать кулинарную книгу «Катастроф», чтобы больше никто не повторял таких ошибок. Наверное, каждый из нас хотя бы раз хотел почувствовать себя в роли шеф-повара и приготовить своим родным вкусное и необычное блюдо. Полагаю, что автор этого творения тоже руководствовался чем-то подобным. Однако мы так и не поняли, что происходит на этой фотографии. Есть ли у вас идеи? Испортить дорогие продукты? Запросто. Либо автор этого блюда – отчаянный гурман, либо он просто не договорился с остальными, что же будет на ужин. Вероятно, это некая форма компромисса. Оказывается, в этом мире есть немало странных людей, которые умышленно отрицают существование кулинарных форумов и поваренных книг. Они доверяют только собственному вкусу и интуиции. В общем, ваше здоровье. Холодец, который ещё долго будет сниться вам во сне. Глядя на такой шедевр, невольно хочется воскликнуть. Желудок, ты там держись. Когда лень мыть посуду, но при этом не обделён фантазией. И, к слову, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, каким образом было придумано ваше любимое блюдо? Может быть, в вашем воображении возникает шеф-повар какой-нибудь крупной продовольственной компании, бесконечно изобретающей новые вкусы из старых продуктов взамен подмадоевших? На самом деле, как показывает практика, существованию очень многих популярнейших блюд мы обязаны исключительно его величеству случаю. Причём не просто случаю, а именно кулинарной ошибке, невнимательности поваров, которая, вопреки их ожиданиям, привела не к краху, как мы видели в предыдущих примерах, а к созданию популярнейшего блюда. Взять, к примеру, булочки с изюмом, которые мы получили благодаря случайно угодившему в тесто таракану. Всё началось с таракана в булке. И не в простой, а в той, что подавали генералу-губернатору Закревскому. Популярная некогда в Москве булочная Филиппова могла бы закрыться в один момент, если бы изворотливый предприниматель не соврал бы высокопоставленному лицу, что это не таракан попался в булке, а это обычный изюм. Для большей убедительности самому Филиппову пришлось бесстрашно её есть. А потом напечь ещё булочек с изюмом, на этот раз уже самых настоящих. Или ещё один пример. Говорят, что знаменитый киевский торт тоже появился благодаря ошибке технологов. Вернее, не столько ошибки, сколько обычному разгильдяйству. Кондитеры просто забыли определить в холодильник некоторое количество яичного белка, который должен был использоваться при приготовлении бисквита. Изготовленные из белка коржи получились сухими. Сотрудники цеха решили как-то скрыть свою ошибку. И посему залили коржи масляным кремом. Поверх крема была уложена ванильная пудра и кремовый цветочный орнамент. Как оказалось, данный рецепт не только пришёлся многим по вкусу, но и стал основой для рецептуры настоящего киевского торта, который уже на протяжении долгих лет является самой настоящей визитной карточкой Киева. Говорят, что месть – чувство разрушающее. И оно никогда не доводит до добра. Оказывается, всё же бывает исключение. Кто бы мог подумать, что всенародно любимый салат, который прочно связывают с празднованием Нового года, был изобретён совершенно случайно и задумывался как жестокая месть обидчикам. Повар по имени Люсьен Оливье изобрёл свой салат от обиды на посетителей. Произошло это так. В честь большого приёма Оливье задумал нечто особенное для гостей ресторана «Эрмитаж», филе куропаток и рябчиков, кусочки ланспика, застывшего крепкого бульона, приготовленного как для заливного, телячьего языка и раковые шейки под соусом «Провансаль». Ассорти было оформлено как настоящее произведение искусства. От презентации своего шедавра бедолага так долго и кропотливо трудился, надеясь, что гости по достоинству оценят изысканность подачи блюда. Но нет, его постигло горькое разочарование. Никто вообще не обратил внимания на оформление. Гости предпочитали всё перемещать у себя на тарелке, просто потому что им было так удобнее. Повар разозлился и на следующий день, свалив свои творения в общую тару, подал блюдо в виде салата. И каково же было его удивление, когда гости пришли в восторг и долго отчествовали его бесподобное кушанье. Всеми любимые кукурузные хлопья изобрели жившие в штате Мичиган в 19 веке братья Келлок. Несмотря на свой энтузиазм и преданность работе, ребята не отличались особой прилежностью. У них частенько происходили фейлы на кухне, что-то подгорало, вытекало и так далее. Поэтому их нередко увольняли, им приходилось искать новое место работы. Однажды братьям дали задание приготовить лепёшки из кукурузной муки. Они начали делать тесто, но по каким-то причинам отвлеклись. А когда вернулись, обнаружили, что мука уже испортилась. Боясь снова потерять работу, они стали искать способ, как выкрутиться из сложившегося непростого положения. Времени начинать заново у них не было, поэтому пришлось замешивать тесто из того, что было. На первый взгляд идея была неудачной. Всё тесто свернулось в комки. Тогда братья решили его поджарить. К их удивлению, некоторые неаппетитные комки стали лёгкими и воздушными. Так появился самый популярный завтрак – кукурузные хлопья. Как вы уже убедились, некоторые блюда появляются от находчивости их изобретателей, которые до последнего пытаются исправить свой провал. Влиятельный клиент курорта Саратога Спрингс постоянно отправлял партии жареной картошки обратно на кухню, жалуясь на то, что продукт нарезан недостаточно тонко. Шеф-повар Краму устал от жалоб и на зло капризному клиенту нарезал последнюю порцию как можно тоньше, а потом приготовил её так, чтобы аж хрустело. Клиенту такая подлость пришлась по душе. И вскоре известие о хрустящем жареном картофеле распространилось по всей Америке, а также по всему миру. Ну а в комменты напишите, какое у вас самое любимое блюдо. Например, у меня это свежий роллтон. А также, если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok